Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфире Финамо ФМ Бизнес Канал. И сейчас время сухого остатка программы, которая посвящена текущих ситуаций на финансовых площадках. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня тема «Нефтегазовый сектор. Конкуренция на мировом рынке будет расти». Ну, может быть. В гостях, сегодня в гостях, Виталий Крюков, аналитик инновационной финансовой дома «Капитал». Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер. И Виталий Громадин, аналитик «Арбат Кэпитал». Добрый вечер, Виталий. «Капитал» правильно, да? «Капитал» здесь «Кэпитал». Да, у нас более заграничный вариант. Вы круче, конечно. Ну, и учитывая, что вы оба Виталии, да, а поскольку потом мы будем расшифровывать, я буду вас периодически по фамилиям называть, как в школе, помните, да? По фамилиям всегда девчонки. Не фамильничай, говорите. Не фамильничай. Ладно. Простите меня за это, по крайней мере, сегодня. Уважаемые слушатели, значит, я напомню и вам, что у вас есть возможность позвонить в студию, задать вопрос моим гостям. 6510-99,6, код «Москвы-495». Это телефон прямого эфира. Далее сайт есть, финам.фм. Там закладочка «Комментарии» и вопрос можно задать там. Я его прочту и ответ мы добьемся. Последнее приготовление. 18.05 в Москве. Картина маслом на это время. Что происходит на финансовых рынках? Начинаем с отечественного фонда. Он сегодня растет. Он сегодня растет и колосится. РТС опять выше 1600, хотя и ненамного прибавляет в моменте 0,7%. Индекс ММВБ 1534, его котировка текущая, 0,5% по сравнению со вчерашним закрытием. Значит, фьючерс на СИПИ, на S&P 500 падает. Ну, немного, но тем не менее. В отрицательной территории минус 0,1% теряет. А все остальные, ну, давайте я с японского Nikkei начну. Он сегодня потерял 2%, собственно. Но мы об этом говорили уже, да, пошла по факту фиксация прибыли, видимо, потому что Банк Японии объявил о том, о чем хотел объявить. Все выросло на ожиданиях этого объявления, а теперь можно немножко успокоиться. 2% потерял Nikkei. Европейцы сегодня практически в нейтральной территории, по крайней мере, в Фудсисто, рядом с Ватерлинией. Значит, и через полчаса откроются американские рынки. Мы с вами посмотрим, что они такого натворят. Я, кстати, S&P 500, и вчера опять сделал, да, перехай, и уже стремится там к историческому максимуму. Ладно, разберемся. Сырьевые рынки Форекс. Нефть марки Brent уверенно сегодня стоит выше 112 долларов за баррель. Ну, это как раз то самое, в основном, что мы будем сегодня обсуждать. Light Sweet, в данном случае 96. Спред практически, да, не изменился. Золото 1692 доллара за тройскую унцию. Практически тоже в диапазоне движется всю эту неделю. И индикаторы рынка валютного. Евро-доллар 1.3322, что, в принципе, соответствует, да, и вчерашней котировке. Ну, и напомню, я еще раз сказал я о Японии. Доллар-иена активно корректируется, и 88,5 ее текущий курс. Набор голубых фишек отечественного рынка сегодня разнонаправлен, и можно выделить. Аэрофлот больше процента, ГМК Норникель 1,5% в росте. Ростелеком Обычка больше процента, Росгидро больше процента. Значит, и теряет больше процента, теряет больше процента. Хуже рынка сегодня АвтоВАЗ. Вот, 1,2 снижает. Все остальное так не особенно интересно. Вот такова картина масла 1807. Итак, мы начинаем наш разговор. Мы говорим сегодня преимущественно о нефтегазовом секторе. Давайте в целом начнем с того, чтобы, Виталий, оценить ситуацию на мировых площадках. И поговорим, может быть, о том, как будут себя нефтяные котировки чувствовать в течение ближайших одного-двух кварталов и 2013 года в целом. Что на них будет оказывать влияние, каковы ожидания с этой точки зрения. А потом, конечно, поговорим о российском рынке, о российской экономике. Тем более, вот я за эфиром вам рассказал эту историю. В Давосе сейчас уже обсуждаются многие интересные вещи. В частности, вот известные люди нам с вами прогнозируют сценарий развития, дальнейшего развития экономики России. Ну, я потом прочту. Это бывает забавно. Итак, Виталий Крюков. Давай начнем с тебя, Виталий. Что ты скажешь по поводу того, как мы будем жить в непростом 2013 году? Ну, если мы будем говорить о балансе спроса и предложения на мировом рынке нефти и прогнозах на этот год, то можно отметить, что в этом году несколько изменится баланс сил. Как раз вот эта тема нашей передачи, он будет меняться. В этом году весь прирост спроса на нефть в мире будет, по сути, удовлетворен одной страной. Это Соединенные Штаты Америки. Во как! Уже в этом году? В этом году, да. То есть, в среднем, по оценкам, прирост спроса на нефть по этому году ожидается в районе 800-900 тысяч баррелей в сутки. Где-то Америка прибавит примерно сопоставимые цифры. Это, опять же, мы здесь даже не берем в расчет Канаду, Ирак, потому что тоже в этих странах ожидается рост добычи нефти. Вот, поэтому, по сути, одна страна сможет удовлетворить весь прирост спроса. Означает ли это, что нефть будет падать? Нет, не означает. Потому что в ответ на это Саудовская Аравия уже снизила добычу нефти. В декабре было отмечено очень сильное падение добычи нефти. И с пика добычи нефти в Саудовской Аравии практически с 10 миллионов баррелей в сутки упало до 9-9,5 миллионов баррелей в сутки. То есть ОПЕК видит, что есть альтернативные источники нефти. И раньше ОПЕК не признавала роль нетрадиционной нефти, ее влияние на мировой баланс. Но мы видим, что постепенно это приходится признавать. И в своих последних отчетах и прогнозах ОПЕК уже это учитывает. И на самом деле, несколько лет назад было очень сложно представить, что отчасти в ответ на рост добычи нефти в Северной Америке, Саудовской Аравии придется снижать добычу нефти. Обычно связь была иной. То есть Северная Америка, в частности Соединенные Штаты, зависели от политики ОПЕК. А сегодня видим, что, наверное, в большей степени будет, если не в долгую, то на ближайшие годы Китай зависеть от политики ОПЕК, но не Соединенные Штаты. Китай будет зависеть с точки зрения удовлетворения собственного спроса. Да, потому что все-таки те объемы нефти, которые раньше шли в Соединенные Штаты, это можно привести пример Нигерии, которая за последнее время очень сильно снизила экспорт в Соединенные Штаты. Эти объемы, понятное дело, надо где-то продавать, они идут на европейский рынок, на азиатский рынок. Даже вот я читал, там даже Канада, казалось бы, начала поставлять нефть в европейские страны. То есть вот за прошлый год там были мизерные объемы, но все равно даже... Хотя основной рынок сбыток, это Северная Америка. Да, он был таковым, то есть он в принципе и остается сейчас, потому что страны как бы граничат, и понятное дело, что более выгодно там в Соединенные Штаты поставлять. Но в связи вот с ростом добычи нефти в Соединенных Штатах, производителям в мире приходится менять маршруты поставок, искать новых потребителей нефти. И, конечно же, это очень сильно меняет динамику внутри сектора. Надо сказать, что Канаде еще запретили построить трубопровод пока, ну под вопросом Keystone XL, и они поэтому, может быть, пытаются найти других клиентов. Ну, там вроде как движение наметилось вперед. А кто запретил? Кто запретил? Ну, вообще, это местное население, оно имеет большое влияние. Одному штату, и он якобы пересекает там артерию водную, да, и если будут... Химкинский лес, видимо, там где-то свой. Ну, местный, да, какой-то, но вроде сегодня там, вернее, вчера местный губернатор одобрил строительство этого нефтепровода, но немножко в обход. Ну, что-то типа ВСТО, только в Соединенных Штатах. Кстати, говоря вот о Соединенных Штатах, их роли, да, возможно, изменение их роли на рынке нефти, ты сказал такую фразу «нетрадиционная нефть». То есть сейчас речь идет именно о традиционной нефти, они увеличили добычу, или все-таки... Речь идет в первую очередь о трудноизвлекаемой нефти и жидких фракциях, которые добываются вместе с газом. Потому что вот по трудноизвлекаемой нефти, это понятие, оно включает и сланцевую нефть, напомню, что там за последние, наверное, пять лет добыча сланцевой нефти в Соединенных Штатах в Бакине увеличилась с 100 тысяч баррелей до 700 тысяч баррелей в сутки. В последнее время наметилась стабилизация, ну, как бы, поживем, увидим. Есть сложности там, да, с транспортом, приходится по железной дороге большие объемы везти, нет, то есть инфраструктура опаздывает. Не успевает, да, не успевает за ростом предложения нефти. И вот те жидкие фракции, которые добываются вместе с газом, потому что и добыча газа из сланцев тоже выросла сильно, и даже не смотря там на падение цен в Соединенных Штатах, добыча газа из сланцев продолжила свой рост. И, в принципе, там, вот если брать, за пять лет добыча подобного газа выросла с 7 миллиардов BCF, 7 миллиардов кубических футов в сутки до 25 миллиардов. Это примерно где-то 35% от общей добычи газа в Соединенных Штатах. А по трудно извлекаемой нефти, это где-то там примерно четверть, наверное, от общей добычи, даже, может быть, больше уже. Вот, и, в принципе, вот это все происходит на фоне того, что продолжают у нас, в частности, говорить, что это миф, это Голливуд, американский Голливуд, то есть, ну, с этим можно спорить, просто можно посмотреть на факт, на голые цифры, они, в принципе, скажут здесь все. Ну, в принципе, да, и, в первую очередь, надо смотреть именно на них. В общем, картина мира меняется, это очень любопытно. Давайте мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Виталий Крюков, аналитик ФД «Капитал», Виталий Громадин, аналитик «Арбат Кэпитал». И наша тема – нефтегазовый сектор. Все, что связано с этим и снаружи, и внутри Российской Федерации. Вот картина маслом. Та самая, о которой рассказывали сейчас в Италии. Собственно, вывод неутешительный, картина меняется. Неутешительный, наверное, для России, хотя это вопрос спорный. В данном случае позитива, наверное, мало, потому что нам тоже придется рано или поздно меняться и как-то менять свою экспортную политику. Ну вот ты же сам заговорил, да, что сейчас в России это воспринимается как некий голливудский блокбастер, то есть сказка. Вот меняться-то нам нужно, наверное, даже не столько с реальной точки зрения, сколько вот здесь вот. Да, я сейчас на голову свою показываю. Ну что это? Есть реальные цифры, действительно, а мы почему-то не хотим в них верить. Кстати, Виталий. Вот я сейчас спрашиваю Виталия Громадина. Как ты думаешь, почему это так? Почему? Может быть, есть некие заинтересованные лица, проплаченные? Нет, если говорить про Россию, то, возможно, у нас есть какая-то инерционность, то есть, ну, как в Америке, там, революция идет такими серьезными шагами, а у нас, в принципе, все по-прежнему. И вроде не меняется и хорошо. Ну, вроде, Роснефть, чтобы как-то это подвинуть, она приглашает партнеров, которые помогут ей попробовать ту же труднодоступную нефть разрабатывать на Бажановой свите. Но у нас много вот факторов, которые против вот этого. Именно регулирование отрасли, то есть, контроль, он слишком высокий. То есть, вся эта сланцевая добыча, она заключается в поиске решений, то есть, процесс именно. Ну, нельзя точно сказать, как вот будешь добывать сейчас, сколько нужно сделать гидроразрывов, там, какой длины, может быть, как вот этот участок. Это нельзя, в принципе, сказать? Или это нужно просто... Ну, сразу нельзя. То есть, знают, что есть запасы, но вот, чтобы экономически их разработать, потому как речь идет о высоких затратах и на бурение, и вот на сопутствующие процессы, то нужно искать вот это. Чтобы вот искать, нужно разрешение быстро получать. То есть, когда Exxon Mobile пришел в Украину и Польшу, чтобы бурить, то он, ну, там, так рассказывал... Походил-походил, да? Да, он ушел оттуда, потому что разрешение нужно получать год. Ну, понятно, да. Чтобы найти какую-то компанию, которая, типа, может установку бурительную перенести, тоже сложности, он, там, какая-то история темная, что на лошадях, ну, там, пытались как-то перетащить. Ну, то есть, это, в принципе, с нашей Сибирью тоже будет проблема, то есть, именно, вот, логистически, инфраструктурно, то есть, это все, ну, как у нас вряд ли в скором времени получится так же развить добычу. То есть, именно поэтому, может быть, и выгоднее нам стоять в позе такого, да, не верю, потому что знаем, что сами не догоним, так лучше сейчас сохранять мину поплохой. Ну, пока стараемся поддерживать добычу Западной Сибири, может быть, геологические разведки на шельфе будут успешными, там, в ближайшую пятилетку, может, там, десятилетие. Ну, мне, в частности, здесь, мне просто представляется, что отчасти вина лежит, конечно, на излишней концентрации отрасли, да, в руках отдельных игроков. То есть, вот, если я приведу пример, в Соединенных Штатах добыча газа занимаются, там, порядка 8 тысяч газовых компаний, то в России можно представить, сколько у нас компаний. Можно вот посчитать на пальцах, да, да, и те, кто более-менее влияют на те решения, которые принимаются в правительстве, потому что ведь чиновникам надо донести сначала мысль, что вот есть такая тема, давайте там активизируемся. Донести мысль сначала, а потом надо, чтобы он понял эту мысль, а потом убедить, что надо что-то сделать. Первое, выбрать правильные уши еще, то есть еще не тому чиновнику скажешь, и все это, в общем-то... Согласен. Ну, смотри, вот, тем не менее, если мы говорим о концентрации, да, в одних или в нескольких руках, в отличие от того, как происходит на Западе, смотри, вот здесь в чем проблема? Может быть, это проблема как раз излишней централизации, которая изначально заложена? Централизации власти, экономики, это все взаимосвязано, потому что если у вас власть держится в руках определенной группы людей, то экономика также держится в руках. Ну, то есть ручное управление, которое, да, и все это по цепочке переходит. То есть бизнес-решения там на крупном уровне, они примерно принимаются на, ну, по той же схеме, что и на политическом уровне. Вот, поэтому, конечно, вот можно там говорить о том, что у нас, по сути, нет независимых ветвей власти, то есть и законодательная власть, она и исполнительная в руках одного человека, по сути. Вот, поэтому и решения принимаются сложно очень, вот, и есть и апатия, инертность есть, потому что ощущается, что вот нет какой-то динамики. То есть Россия, как государство, потеряла динамику. Есть стабильность, но стабильность, это, может быть, угасание идет просто. То есть мы это пока еще не понимаем, но уже в цифрах экономического роста мы видим, и президент уже отметил под конец года, что у нас идет угасание темпов. Во времена советской власти, просто я напомню, да, тоже была некая стабильность, если вспоминать эпоху Леонида Ильича Брежнева, да, когда принято считать за стоимость, у меня это было стабильность. Ничего не меняет, я помню, я был школьником тогда, ничего не менял, зарплаты были стабильные, социальные какие-то были, да, истории стабильные, у всех была работа, у всех была там, цены были стабильные, и все стабильное. Да, а в итоге потом упала нефть, и все стало не очень стабильно как-то, да. — То есть, наверное, стабильно стало, но гораздо хуже. — Да. Поэтому, конечно же, те игроки, которые сегодня выходят на мировой рынок нефти, это новые игроки, они работают руками очень активно. — Локтями даже, да? — Да, они очень борются за свою нишу и понимают, что если там кто-то спит, то у них есть шанс занять свою нишу на мировом рынке. И при этом у нас много говорят про риски на рынке газа, экспорта СПГС Соединенных Штатов, сланец. Разные риски. Но на рынке нефти не меньше рисков. — О них не говорит никто, да? — О них пока, то есть, это очень так все косвенно. И о сланцевой нефти, наверное, у нас, ну это не совсем даже принято говорить, это уже как ругательство стало. — Да-да, неприличная тема. — Да, неприличная тема. То есть, ты явно занимаешься чем-то антигосударственным, как будто. — Как ты можешь. — Да. Поэтому здесь требуется просто глубокий анализ этой темы, да, и правильный вывод. Потому что, например, сегодня там на Ближнем Востоке строятся новые перерабатывающие мощности. В частности, вот Саудовская Аравия там до 16-го года планирует ввести новые перерабатывающие мощности на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Это колоссальный риск для нас, потому что, ладно, там летом они будут себе поставлять, но в зимний период, когда у них спрос падает, они будут на европейский рынок поставлять. Кто-то это просчитывает, а у нас к этому периоду завершится модернизация наших НПЗ. Ну, не завершится, но по большей части там. И мы переходим от низкокачественного экспорта мазута, мы переходим на дизельное топливо, бензины даже. — Ну ты что? — А кому это надо будет? Вдруг вот и Саудовская Аравия, и в Индии строятся мощности новые. Поэтому рынок меняется, он не тот, что был там 30-40 лет назад. И если сегодня не реагировать на это, то можно просто рынок потерять и остаться в стабильности очень долго. — Причем в такой худшей понимании. — Да, худшей, да. — Угасающей стабильности. — Да, угасающей стабильности. Виталий, вот громадину я адресую. Про Китай он вспомнил. Ну я так понимаю, что в какой-то степени, учитывая потенциал Китая, да, дай бог ему здоровья в этом случае, да, и что он уже из рецессии вышел и показывает там какую-то жизнь, может быть вот эта инертность наша, она как раз имеет подоплеку следующую. Ну Китай рядом, если что, мы повернемся в Китай, а он все, это нас съест. — Всегда надежда остается на Китай, на нефтяном рынке. И он действительно последний квартал, вот он показал очень хороший спрос, за год там на 7% почти импорт вырос снова. Может быть в этом году двузначное значение покажет рост импорта, но там работает на полную мощность НПЗ тоже. И так, ну как бы считается, что он все-таки создает собственные запасы именно нефтепродуктов. То есть из-за этого повышенный спрос сейчас, и возможно, то есть этот фактор Као уйдет, ну как мы снова... — То есть рано или поздно он запас эти создаст, да, он заполнит нефтехранилище, и что тогда? — Ну тогда цена нефти, может быть, будет пониже. И в принципе, вот если про цены говорить на нефть, то вот фактор США и добычи, вот сланцевый рост, он, мне кажется, уже влиял в последние месяцы серьезно, потому что обычно в последние годы корреляция нефти с рынком акций, она была такая совершенно высокая, и если инвесторы приходили, то вот покупали все вместе. — Да, и сырье, и... — Да, ну а мы видим, что вот если S&P посмотреть, то новые рекорды ставят, ну как рекорды, максимумы, да? — Максимумы, совершенно. — Да, а нефть, она как стояла, так и стоит. Я, если честно, вот уже третий месяц жду как раз 115 долларов за баррель. — И никак не дождусь, да? — Пока нет, но вот вроде последние пару дней есть какой-то намек, что он выше 112... — Да, закрепился. — Закрепился, да, и может быть пойдет выше. Тут и Goldman Sachs сказал, что 150 будет летом, ну как бы так вроде... — Ты веришь ему? — Я, конечно, им не верю, но общий такой смысл в том, что если раньше вот два месяца последних был только, наверное, финансовый фактор больше так поддерживал нефть, именно ниже 105 не дал упасть вот этот Куэ-3, и все с этим связано. А фундаментально смотрелось достаточно плохо все, то сейчас вот и Китай больше стал добывать Садузская Аравия, сократила добычу, то есть в принципе уже есть какая-то... — Да, есть факторы, которые поддерживают. Кстати, геополитическая составляющая, она все-таки там тлеет-тлеет, да? — Она медленно тлеет, но вот очень такой негативный сигнал там, ну позитивный с точки зрения влияния там на рынок нефти, может быть, это вот то, что Россия все-таки вывезла своих граждан из Ливана, по-моему, там большую-большую группу граждан. — С Сирии, Сирии, да. — А что она хотела сделать? — Могут быть просто какие-то спекуляции, что, может быть, мы что-то больше знаем, и скоро будут какие-то военные действия, потому что, то есть мы уже в этой студии много раз говорили, сначала должны выяснить отношения с Сирией, то есть потом Иран по плану идет, то есть без Сирии Ирана не будет, то есть первое — это Сирия, вот, поэтому, может быть, что-то и намечается, и Goldman Sachs может быть прав, именно летом как раз это придется, потому что эта вот фраза, которая была кинута Goldman Sachs, она ведь не случайна, такие дома просто так не говорят. — Ну, конечно, просто так фраза не бросается. — Причем она была такая, так сказано, что вот проснетесь утром, а вот нефть и 150 долларов, да, как бы вроде как и не прогноз особенно, да. — Ну, конечно, не попасть. — Ну, просто все воспоминают их прогнозы до кризиса, когда они прям точно угадали практически нефть, что должно быть там 147 долларов, прям чуть ли там не до доллара. Вот, и, ну, немножко такие опасения есть, то есть, да, геополитический фактор, он реально может стрельнуть, и может стрельнуть летом, и спекулятивно нефть вполне может улететь куда-нибудь вот район. — Ну да, в Сирии уже очень давно этот процесс происходит, противостояние, и, ну, скорее всего, в этом году он должен решиться, и тогда уже следующий, ну, как Иран на очереди, и там, в принципе, до какого-то согласованности какой-то между противоборочными сторонами еще далеко. — Ну вот, Виталий уже отметил фактор, это вот Азия, и в основном, конечно, прогнозы всех агентств там в последние годы строились преимущественно на азиатском регионе, то есть весь прирост спроса в мире, доминирующая доля, обеспечивается азиатскими странами. То есть это такая весьма, ну, серьезная зависимость, уже становится, потому что, не дай бог, там цикл вот этого роста в Азии кончится, и учитывая то, что сегодня компании делают рекордные инвестиции в секторе, то это может просто, эти два фактора сложиться вместе. — Я понял. Мы сейчас еще раз новости послушаем. — Итак, продолжаем наш эфир. На Финам.ФМ сухой остаток. Еще раз я напомню, это все продолжение бизнес-канала на известной вам радиостанции. Сегодня мы обсуждаем нефтегазовый сектор, и в гостях у меня Виталий Крюков, аналитик ФД «Капитал» и Виталий Громадин, аналитик «Арбат Кэпитал». Начиная... Вот. Будете смеяться, у нас есть звонок от Виталия. Да, сегодня ваш день. Тем не менее, я прошу прощения у всех трех Виталиев сразу, потому что начну я третью часть с того, что сообщу ситуацию на финансовых рынках. Дело в том, что американцы открылись, открылись достаточно активно и позитивно. На 18.31 в Москве долл-жилл проявляет уже 0,3%, S&P 500 чуть скромнее 0,1%, но и тот, и другой смотрит вверх. И, видимо, есть для этого повод, есть для этого причина. Ну, а сейчас мы послушаем звонок. Итак, Виталий, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Алло. Алло, Виталий, да, мы вас слышим, говорите. Нет, это Владимир, не расслышали. Сори, тогда Владимир. Да, да, я вот постоянно вам звоню. Только сегодня уже не буду спрашивать, попробую что-нибудь про газ. Хорошо, хорошо. Вопрос такой вот, чтобы говорить, сокращает Саудовская Аравия, да? Она как технически сокращает или просто сокращаются природные запасы? Вот почему сокращение идет? То есть как выглядит сокращение это самое, да? Да, да. И вдогонку вот по поводу того, что, ну, если сокращение, то значит, да, вроде как не должна падать. Ну, а вот геополитический, да, момент, то, что вроде сейчас Америка уже заявила, что вроде как и будет из Афганистана вводить войска в связи с бюджетными всякими этими расхождениями, да, в Америке. Что вроде как и уже, по-моему, вчера у вас в передаче гнев на милость там не сменили, но по поводу Саудовской Аравии и Асада, да, что вроде и не так уж и он вроде как бы плох, и вроде как там, то есть такая история. И мы не соглашаемся, Китай не соглашается. Как это может повлиять тоже на, в принципе, падение нефти? И это, ну, такой вот вопрос. И второй вопрос, ну, я как бы не соображаю в нем ничего, я так посматриваю все время, ну, что за натуральный газ, вот он растет, да, последние сколько-то месяцев, по-моему, с двух чем-то, до трех, там, восьми, по-моему, дорос. Что он, где он используется, как он отличается от обычного газа, ну, вот, если можете рассказать, или с чем он там растет. Спасибо. Спасибо, Владимир, спасибо. Спасибо. Саудовская Аравия умышленно сокращает добычу нефти, чтобы избежать перепроизводства нефти в мире, накопления запасов нефти у развитых стран, и как следствие потом падения цен, потому что на рынке сегодня избыток предложений нефти, и учитывая то, что там и зима не самая холодная выдалась, вот, и поэтому производители видят, что есть избыток, и умышленно снижают предложение нефти. Это не связано с запасами нефти в Саудовской Аравии. И свободные мощности у них большие, там, около 3 миллионов баррелей в сутки. То есть, если понадобится, они могут и нарастись? Они осенью добывали под 10 миллионов баррелей в сутки, когда надо было это рынок. Чтобы заместить Ирану. Да, когда Иран очень сильно снизил, да, да. Потом, собственно, и Китай там вырос еще. Поэтому это все делается умышленно. То есть, они как сегодня снизили, так они могут завтра увеличить. То есть, это все в их руках. И задачи, в принципе, они в какой-то степени регулируют. Они некий внутренний регулятор рынка нефти. Потому что в последние годы Саудовская Аравия регулирует вот именно физическое предложение нефти. То есть, это как главный регулятор на спотовом рынке, физическом рынке. А Америка – это как главный финансовый регулятор. То есть, все мировые биржи крупные в Соединенных Штатах, поэтому вот они вместе как-то пытаются рынок регулировать. Если раньше Саудовская Аравия устраивала 100 долларов за баррель нефти, то вот когда они сократили добычу, и вот была встреча ОПЕК, и там представитель Саудовской Аравии сказал, что сейчас все счастливы, а на рынке стоимость нефти 110, то, ну, как бы сейчас уже, они не подтвердили это официально, но, в принципе, считается, что вот 110, они поддерживают именно это. Это и есть счастье, да. То есть, 100, это недостаточное счастье, 110 – это нормально. Ну, понятно, я думаю, Владимир тоже это все делал понятно. И второй вопрос вот касаемо натурального газа. Что это за штука такая, с чем его едят? Ну, и насколько велика его доля, если говорить о принципе, да, о том, насколько может вот динамика цен на натуральный газ каким-то образом повлиять на расклад сил на рынке. Прокомментируете, нет? Ну, натуральный газ – это просто natural gas, это природный газ, который торгуется на бирже в Соединенных Штатах. То есть, он, в принципе, по, ну, уже в очищенном виде, да, в сухом виде он не отличается, то есть, от нашего газа, который добывается… Метан, метан, он и есть метан, да. То есть, конечно, изначально на скважине, вот если брать сланец, например, да, газ в Соединенных Штатах, он отличается по тем химическим элементам, которые добываются, от того же, какой газ добывается у нас на севере. Но потом идет стадия очистки этого газа, то есть, из газа удаляются примеси разные, и уже потребитель, он поступает в очищенном товарном виде, в сухом виде, потому что еще с газом и жидкие фракции добываются, ну, это отдельные залежи, вот, есть и просто сухой газ. Поэтому, в принципе, этот газ, это биржевой товар, а в Соединенных Штатах его можно купить, можно купить ETF на природный газ, то есть, если есть желание сделать ставку на природный газ, такую глобальную ставку, например, против нефти, потому что, ну, я могу привести пример, с 70-х годов доля нефти упала в мировом энергобалансе с 50-ти процентов, по-моему, до 30-ти с чем-то процентов, то есть, видно, что такой тренд глобальный. На замещение идет и газ, и уголь, да, то есть, есть, и при этом основная тема, вот, на ближайшие годы, наверное, то, что держит нефть, это транспорт, потому что пока еще ученые и государство не придумали, как заместить нефть в транспорте грамотно, экономически выгодно, есть газ, но проекты, там, по газовому топливу, они еще не столько в промышленном масштабе, потому что надо строить газовые станции, вот, поэтому основная тема, если придумают какую-то фишку, как это сделать оперативно и заместить в транспорте нефть на газ, либо, там, производный, там, вот, угля можно, там, или электроэнергии, не знаю, какие-нибудь альтернативные источники, это будет бомба, потому что в основном сегодня нефть держится на спросе от транспорта, ну, и доминирующая доля приходится на транспорт, конечно. То есть, имеется в виду, я вот сначала тебя не очень понял, ты имеешь в виду, транспорт, это то, что движется, нефть нужна для того, чтобы машины работают. Да, бензин, например. Детранспортировка. Имеется в виду нефть в конечном виде уже как бензин, дитильная топлива. Две трети нефти, она в транспорте. Да, да, да. А газа всего 3%. А, нет, 1% и будет в 2025 году. В транспорте. 3%, да. В основном, вот такие крупные проекты в Соединенных Штатах, которые будут использовать газ как топливо, замещая там дизельное топливо, бензин. Ну, это известные вот эти гибриды или газовые варианты, да? Ну, да, они могут одновременно там и на газовом топливе, и на традиционном топливе. А электричество, ну, если уж мы заговорили о транспорте, это не совсем конкурентная история? Ну, это, мне кажется, газ, он более интересен. Электричество там мизерной доли, то есть там вообще пока, мне кажется, вот с точки зрения транспорта, наверное, газовое топливо, оно более интересное. Производители, тем не менее, выпускают уже, да? Да, да, есть, есть проекты. Это просто фишка такая, мода такая, да? Но пока это не такие большие цифры, не массовые, не большие цифры. Мне нравятся в США именно идеи сжатого природного газа. Ну, у него тоже такая идея. То есть есть жиженный природный газ, вот на нем машины, да, там пропан, бутан, ну, которые вот жидкие углеводороды, а есть сжатые. У него, похоже, технические показатели, но, в принципе, вот в США такая ситуация сложилась, что, возможно, там будет технологический прорыв, построят действительно там и двигатель. Который работает на сжатом газе, да? Ну, который хорошо будет работать, там и разгон, то есть будет соответствовать с бензином. А сейчас для грузовиков, вот там двигатель 11-литровый произвели, возможно, все-таки для населения тоже придумают что-то. То есть, ну, вот это будет, скорее всего, мне кажется, США, потому что там цена газа, именно как Владимир сказал, с двух с половиной, то есть всего, то есть она упала за последние годы там очень сильно, выросла там всего до трех, а нефть как стоила, 100 долларов, так и стоит. То есть, в принципе, там сложилась такая ситуация, вот именно для... И вот это будет та самая революция, да? Да, и в целом, почему вот это может быть интересно, потому что сегодня в мире, наверное, рекордные спреды между энергоносителями, если брать, например, нефть, уголь, газ, уран, например, да, это очень серьезные отличия в ценах, там, да, по энергоемкости даже, то есть если приводить на... Нет, но их сложно, наверное, как-то к одному знаменателю привести. Нет, вот если их привести к одному знаменателю, да, да, вот по теплотворности, да, то есть перевести все это можно, то это одни из самых таких рекордных спредов, вот между нефтью, газом, углем, ураном, то есть это можно использовать, ну, нефть, нефть самая дорогая. Да, нефть самая дорогое топливо, да. Поэтому сегодня в мире потребители ищут какие-то варианты, как использовать газ, там, уголь, там, ну, вот какие-то варианты, как уйти от зависимости от нефти. И это может сыграть просто дурную шутку потом с нефтью, потому что высокие цены стимулирует мозг на деятельность, потому что начинается поиск альтернативы сразу. Когда нефть, она стоит, там, 70-80, ну, как-то особо там искать не надо, да. А когда уже за 100, а газ-то стоит 3, и сразу идет поиск, как вот... И по ценам тоже хотел сказать, Владимир, что, ну, газ дешево стоит в Америке, потому что они построили для приема сжатого, ну, вот этого, как СПГ, Жижина тоже, ну, то есть построили терминал для приема, как казалось, они им не понадобились, и они теперь хотят экспортировать. То есть, ну, для этого нужно разрешение правительства. А не понадобились почему? Ну, потому что у них собственная добыча стала расти, как вот эта революция с Францией. Это вот то, что мифом у нас считается. Говорят, это мифом, да. То есть, внезапно вдруг газовозы пошли на европейский рынок из Соединенных Штатов. Но это миф, как бы мы в это не верим особенно. И то, что там доля российского газа падала на европейском рынке, но это тоже миф, в принципе, мы его тоже не верим. Вот ждут сейчас как раз решение правительства американского о разрешении масштабного экспорта. То есть, там проектов по строительству экспортных терминалов, СПГ, они на 50 миллиардов где-то долларов. То есть, в принципе, там, ну, такими уже большие объемы можно вывозить в Японию. Ну, Япония любит сжиженный природный газ. Может быть, ну, в принципе, в основном в Азию все-таки, да, это пойдет. Хотя и Турция говорит, что там будет строить регистрационные терминалы, чтобы принимать из Катары и из США в 2015 году. Ну, а так есть отдельные проекты по экспорту. Ну, и, в принципе, на этом вот газ растет. Ну, плюс, конечно, холодная погода. То есть, зимой там главный фактор, который влияет на газ, это, конечно, погода. Чем холоднее, тем больше спрос. Ну, я так думаю, что, опять-таки, надо говорить о главном факторе, о том, что враг не дремлет. Вот. То есть, люди-то работают, люди что-то делают, а мы как-то в холодное время, в спячке все время находимся, и все нам кажется мифом это, да? Вот это меня немножко уже начинает напрягать, если честно. Хотя, что я могу сделать своими скромными ресурсами? Да, это у нас очень сложно, просто мы погрузились в какое-то успокоение. Может быть, мировой рынок нефти нас так успокоили. Ну, наверное, да, что он не движется. В волатильности упало, нефть около 100 долларов стоит, и стоит, как бы, все спокойно, и бюджет исполняется спокойно, и проблем нет, заработные платы повышаются. Вот в давности прошло голосование, то, что я видел. Хотя, понимаете, вот нам вот нужен примерно такой же бум, как было в Соединенных Штатах, вот он еще и продолжается. Нам надо строить дороги, надо строить. Для этого надо победить коррупцию. Причем кратно увеличивать объемы работы по строительству дорог, по освоению территории, по сельскому хозяйству. Это могут быть проекты, сопоставимые по масштабам своим, с тем, что произошло в Соединенных Штатах. Но, я честно говорю... И это сразу прорыв, да? Это какой-то прорыв. Должен быть рост инвестиций. Ладно, мы сейчас еще раз новости послушаем. Ну что ж, продолжается наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Мы говорим сегодня о всем, что связывает нас с нефтегазовым сектором. Нас, непосредственно, присутствующих в этой студии, ну и нас, Россию, и все, кто об этом думает каким-то образом. В гостях у меня сегодня Виталий Крюков, аналитик ФД «Капитал». Виталий Громадин, аналитик «Арбат Кэпитал». Кстати, за эфиром мы сейчас вспомнили о происходящем, да, буквально в эти дни, знаковом событии. Форум в Давосе, да, наши слушатели знают о том, что сейчас это происходит. И забавно, Виталий рассказывал о том, что голосование участников этого форума на предмет того, что нужно в первую очередь поменять в экономике, в политике России, да, чтобы она для развития активно развивалась, это коррупция. Это коррупция, это коррупция. Об этом мы говорим каждый день по много раз, но о ВОЗе ныне там, к сожалению. И, кстати, говоря о Давосе, я сегодня скачал одну интересную статью, в частности, три видных деятеля отечественных, да, рисовали перспективы развития на 13-й год, ну или на ближайшие годы. Так вот, один из них, это господин Кудрин, бывший министр финансов, представляет таким это дальнейшее развитие. Он ждет резкого снижения цен на нефть, во-первых, именно поэтому я сейчас о нем хотел бы упомянуть. До 60 долларов за баррель, ну и, соответственно, все остальное будет также весело. Вот, читаю, по словам бывшего министра финансов, при резком сокращении доходов бюджета, что последует, да, в результате сокращения стоимости нефти. Правительство выберет не вложение в инфраструктуру или развитие, а социальную стабильность. Выплаты за опрят бюджетников, выплаты пенсий и других социальных обязательств. В таких условиях, подчеркну, Кудрин экономики будет очень сложно расти, но это логично. Ну, бог с ним, да, сценарий, и вообще предсказание вещь неблагодарная такая. И тем не менее, вот 60 долларов за баррель, Виталий, оба Виталий, да, насколько это реально, как вы считаете, тем более там в ближайшее время, в 2013 году? Ну, я бы сказал, что вот у нас, мне кажется, мы должны подходить к формированию бюджета примерно так же, как к инвестициям на фондовом рынке. То есть, что я имею в виду, что надо максимально искать и на фондовом рынке, и, ну, такие, давай, советы по формированию бюджета, не в привязке к стоимости нефти, то есть максимально удаляться от каких-то внешних факторов. Потому что надо искать внутренние факторы, внутренние идеи, как и на фондовом рынке, так и в экономике страны, которые, по сути, они имеют очень слабую зависимость от внешних событий. Если вы берете на себя повышенное обязательство, вот как бюджет взял, и то, что справедливо было отмечено, то, конечно же, ваша зависимость от стоимости нефти вырастет, и вы просто будете плохо спать ночью. Безусловно, да. Потому что вы будете постоянно думать о нефти, и также инвестиции в фондовый рынок. Если вы там покупаете голубую фишку, например, да, то вы постоянно думаете о западных рынках, какая там динамика на рынке нефти в Соединенных Штатах. Вот, поэтому, на мой взгляд, у нас колоссальные ресурсы по наращиванию темпов роста экономики за счет внутренних факторов. Ну, вот смотри, мне понравилась твоя аналогия, надо формировать, да, стратегию, как на фондовом рынке. Хорошо, я согласен. На фондовом рынке легко абстрагироваться, ну, или, может быть, не очень легко, но можно абстрагироваться от фишек, от Газпрома, от всего остального и уйти во второй эшелон, в третий, там, да, ты, кстати, в одной из программ предлагал замечательные решения. А как, вот с точки зрения глобальной, в экономике России, как абстрагироваться от нефти? Куда посмотреть-то? Мне кажется, смотрите, вот главным триггером экономического роста у нас в стране могут быть инвестиции. То есть, это, казалось бы, такая простая фраза, да, но, и, кстати говоря, по-моему, премьер-министр сегодня отметил, что инвестиции должны расти на 10% каждый год, чтобы мы имели темпы роста экономики 5%, по-моему. То есть, мы должны просто наращивать долю инвестиций в структуре ВВП, в структуре экономики, и они должны расти опережающими темпами. Это вот то, что я говорил там до перерыва, строительство дорог, там, сельское хозяйство. На самом деле, дороги — это ключевой фактор вообще для становления экономики. Любой экономики. Это хребет экономики, это то, что делала Китай все годы. Штаты делали, да, в прошлом столетии еще. Просто это хребет, и можно и транзитные грузы у нас же... Китай в Китае казнят за коррупцию. Представляете, как выгодно транзитные грузы перевозить из Азии через нас в европейские страны. Это же сокращает путь просто колоссальный. А нам и деньги придут, и дороги будут. Но дороги... Проблема в том, что мы уже об этом говорим не первый год. И есть понимание у руководства страны, но дороги не строятся. Почему? Опять же, вот к теме об инертности. Потому что у нас строительством дорог занимается, по сути, одна компания, крупная. Крупная компания. То есть опять вот эти аналогии, да? И так по всей экономике. Куда вот не бери отрасль, где требуются инвестиции. Например, шельф тот же самый. Две компании на шельфе держат 80% площадей всех. Частные компании были лишены доступа. Ну, еще, может быть, решение будет принято. Но в любом случае самые привлекательные участки уже отданы этим двум компаниям. И понятное дело, что так же в экономике происходит. Я уже примерил, что в Соединенных Штатах 8 тысяч газовых компаний. То есть условия для внешних инвестиций не созданы, а государственное финансирование, оно уходит не совсем, ну, как бы, на... В нужном направлении. Ну да, просто если много кушать, можно лопнуть просто. Можно, конечно. Поэтому компании, они просто физически, ну, просто, представьте себе, весь шельф, какая там площадь колоссальная. И чтобы две компании освоили эту площадь. Ну, это же просто нереально вообще. Это будут и срывы по срокам, и по бюджету. Ну, в общем, это примерно прокси на экономику нашу всю. То есть... Ну, хорошо, да. Ну, господин Кудрин, вот он озвучил 60 долларов за баррель. Это, в принципе, наверное, такая отметка... Ну, в принципе, средняя себестоимость добычи сланцевой нефти, вот, в Америке, ну, это средняя, там, то есть, есть выше, ниже, 60 долларов как раз за баррель, в принципе, может туда упасть, конечно. То есть, есть проблемы в экономике. Отсюда цифра взялась просто, да? Ну, в принципе, это такой уровень, ну, как... Ну, средний по миру, то есть, да, можно так, наверное, назвать. Если просто нужно больше нефти, то приходится, как, более трудно ее добывать, и это дороже стоит, это 80 долларов, 100 долларов. То есть, если проблемы в европейской экономике будут продолжаться, скорее всего, так и будет. Китай, он все-таки зависит, и там у него тоже спроса, допустим, они построят запасы, там, нефти, нефтепродуктов, и у них он снизится. Там, может, и в Америке тоже все-таки не смогут столько занимать постоянно. И, ну, как... Есть, конечно, теоретическая возможность, что цена упадет на нефть. Но, в принципе, на 2013 год я бы не стал... Не загадывал бы. Да, я бы, мне, в принципе, кажется, мой прогноз как раз от 115 на среднюю погоду. Именно сейчас это нереально, тем более мы вот вспоминали многие факторы, которые влияют на стоимость, и они все как раз против такого. Дело в том, что пока вот мы уже говорили в начале передачи, есть искусственные регуляторы нефти. Нефть, это Саудовская Аравия, они просто пытаются всячески... Если они видят перепроизводство нефти, видят падение спроса, они просто уменьшают добычу. Но они это делать бесконечно в любом случае не смогут, конечно. И в определенный момент времени вот те рекордные инвестиции, которые сегодня делаются в нефтегазовый центр, в мире, если брать глобальные инвестиции, в геологоразведку, в освоение проектов, они, в общем-то, там через 5-10 лет превратятся в физические баррели, которые выйдут на мировой рынок. Если к этому времени, через 5-10 лет, не дай бог, там в Азии будет какой-то спад и там снижение темпов роста, например, да, то эти факторы, они могут как вот... Наложиться, просто, да. Наложиться просто, да. И это приведет к очень большому избытку нефти, да. И вот с точки зрения подхода к инвестициям в сырьевые товары, мне кажется, вот очень такой есть хороший принцип покупать то, чего боятся все, например, да. Чего боятся? Покупать то, куда компании сами, участники рынка, не вкладывают деньги, например. Очень сильно порезали инвестиции в газовый бизнес, например, вот в Соединенных Штатах, да. Очень сильно уменьшили инвестиции в уголь. То есть, наоборот, инвестиции в нефть на пике, да. То есть, мы здесь видим, что... Здесь баланс такой, да, есть некий. Смещение определенное. Вспомните 90-е годы. Никто не вкладывал в нефть. Никто не вкладывал. Нефть стоила 15-20 долларов. Никому не нужна была. А потом нулевые годы и рекордные 10 лет там роста нефти, да. Потому что вот после голодных лет следуют тучные годы. Вот. И то же самое, это все циклы. Если вы на цикле, вот, например, сегодня покупаете нефть, когда рекордные инвестиции идут в отрасли, вы должны понимать, что риски не в вашу сторону смещены. То есть, они против вас играют. А если вы покупаете товар, который недоинвестирован, который боятся, там, пользуются маленьким спросом, все равно дешевизна, она выведет рано или поздно этот товар в фавориты рынка. Ну и поэтому, когда даже в тучные годы, вот 2008 год, когда там Goldman Sachs предсказал 147 долларов, а внутри самих компаний, ну таких гигантов, да, рынка, все-таки консервативные закладываются, именно там вот как раз уровень 60-80. То есть, ну а от этого высоко не прыгают, пока не увидят действительно, ну, то есть, факторов, которые будут поддерживать не просто там кратковременно, как там ослабление доллара или что-то еще, а вот именно в отрасли самой. Ну вот то, что мы вспоминаем, да, кризисный, да, или там кризисный год, 147 долларов, это, в принципе, с точки зрения длительной перспективы, это такой шип, да, это такой резкий скачок, а потом обвал. То есть не было стабильно у нас, не было там 100... Ну, дело в том, что потому что мировая экономика может выдержать определенную долю издержек на нефть. То есть, если там доля, например, нефти в мировом ВВП там превышает определенную планку, то, вот если по истории посмотреть, то идет снижение темпов роста экономики, и спрос падает, вот, поэтому это все регуляторы экономические, они встроены в рынок сам. И обратная ситуация также. Если товар очень дешев, то рано или поздно придумают, как его монетизировать, и цены вырастут. Но, опять же, это мы говорим о длительном горизонте, то есть это длинный горизонт, это волны, это тренды, и вот, на мой взгляд, там, вот на 5-10 лет вперед, наверное, я бы в большей степени делал ставку на газ и уголь, нежели чем на нефть. Спасибо огромное, уважаемые слушатели, мы будем закругляться. Я благодарю моих сегодняшних гостей. Напомню, в студии были Виталий Крюков, аналитик Институционно-финансового дома «Капитал», и Виталий Громадин, аналитик «Арбат Кэпитал». Мы обсуждали нефтегазовый сектор, мы говорили о том, как чувствует себя эта отрасль в мировом масштабе, ну и, естественно, как чувствует она в масштабе Российской Федерации. Ну, несмотря на многие минусы, все-таки достаточное количество и плюсов, поэтому будем оптимистами. Спасибо за внимание, успехов на рынке. До свидания.